Любознательным привет! Сегодня ученые порадовали нас усовершенствованным гемодиализом, уничтожением герпесовирусной инфекции и новыми антибиотиками. Подробности далее. Ученые Томского госуниверситета изменили физико-химические свойства минерала циолита, применяемого при процедуре гемодиализа. Циолит представляет собой алюмосиликат кальция и натрия. Его свойства были изменены путем механического и термического воздействия на него. Результатом эксперимента станет создание портативного устройства для гемодиализа, фильтрации крови от токсичных продуктов, обмена веществ при почечной недостаточности. Сейчас есть аналоги подобных препаратов, но даже с их применением процедуру можно проводить только в больничных условиях. Новое же устройство позволит проводить гемодиализ практически где угодно. Вирус герпеса, который до сих пор считался непобедимым, можно полностью убрать из организма человека на уровне генов. Это открытие делали специалисты из Медицинского института Утрихского университета. В качестве борьбы с вирусом ученые использовали систему CRISPR, предназначенную для редактирования генов. Когда осуществляется разрыв цепочки ДНК, повреждения обычно восстанавливаются, но в этом месте часто возникают ошибки или мутации. Редактирование гена способно уничтожить дремлющий вирус. Если вирусная ДНК будет расщеплена в двух и более местах, весьма велик шанс на то, что вирус не будет в состоянии функционировать. Ученые Казанского федерального университета создают механизмы влияния на бактерию стафилококка. Основные цели исследователей – включить систему выработки белка в стафилококковой клетке и привести ее к гибели. В настоящее время существует множество стафилококковых штаммов, для борьбы с которыми лекарственных препаратов не существует. А бактерии, живущие в нашем организме, уничтожаются исключительно антибиотиками, которые не всегда достигают цели и положительно влияют на наш организм. Более того, воспаление легких у человека даже при должном лечении в ряде случаев оканчивается летальным исходом, а избежать этого можно только в случае, если подавляющую человеческую жизнь бактерии будут исследованы. Это были самые медицинские новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА